Сегодня у нас пойдет речь об орлах, о самых величественных птицах. Я много слышал истории об орлах и каждый раз удивлялся. История, о которой я сегодня вам расскажу, затронет даже самого далекого человека заживое. Орлы это очень смелые птицы, они летают высоко в облаках и высматривают добычу с высоты. Этой птицой человечество восхищается уже тысячу лет, но знаете ли вы, как непроста жизнь орла когда он стареет? Когда орлы доживают до 35-40 лет, их когти отрастают до такой длинны, что ими просто нет возможности схватить добычу, орлиный клюв же выгибается так, что практически невозможно принимать пищу. Ну а гордость орла, его оперение, тяжелеет, становится обвившим и очень густым, так что ему становится трудно летать. В общем, птица оказывается в том состоянии, которое фактически не позволяет ему выжить. И именно тогда орлы делают выбор, медленная и мучительная смерть, либо болезненное и очень тяжелое перерождение. Знаете ли вы, как оно происходит? Орел улетает себе в гнездо, где располагается глубоко-глубоко в горах, там он начинает бить клювом об камни, пока последний не разобьется на кусочки, и только представьте как это больно. Но самое тяжелое еще впереди. Ведь пока клюв постепенно отрастает, птица все это время голодает и впоследствии, уже с новым клювом она начинает выдирать себе непригодные для охоты когти и начинает ждать пока отрастут новые. Спустя месяц или два, орлы вырывают себе новыми когтями все свои прекрасные перья и только после этого, птица снова может летать, охотиться и добывать себе пропитание. При этом, мучительное перерождение продолжается в течение месяцев. Очень сложно представить, какую же боль испытывает это создание. Я думаю у нас есть чем у них поучиться, ведь чтобы изменить себя и начать жить заново, нам нужно пройти через многие препятствия и боль, но только освободившись от груза прошлого, человек освобождается и идет в будущее. Но все это лишь легенда, которая была описана в одной из глав книги «Парите вместе с орлами», повествующая об обновлении человека. Но никакого научного обоснования эта легенда она не несет и является просто притчей. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.